Седьмой класс, 22 серия. Построение циркулем и линейкой. Линейка позволяет провести произвольную прямую, а также построить прямую, проходящую через две данные точки. Циркуль позволяет провести окружность произвольного радиуса, а также построить окружность с центром в данной точке и радиусом, равным данному отрезку. Первая задача. Отрезки АВ и СД – диаметры окружности с центром в точке О. Найдите периметр треугольника СОВ, если известно, что АД – 10 см, а СД – 16 см. СД – это диаметр. Длина диаметра равна удвоенному радиусу, то есть длине двух радиусов. Радиусы данной окружности – это отрезки ОА, ОБ, ОС и ОД. Значит, длина каждого из этих радиусов будет равна половине диаметра. То есть 16 делим пополам, получается 8. Давайте рассмотрим треугольник АОД и треугольник СОВ. Кроме равных сторон, которые являются радиусами, здесь будут еще равные углы. Угол АОД равен углу СОВ – это вертикальные углы. По свойству вертикальных углов вертикальные углы равны. Значит, треугольники АОД и СОВ равны по первому признаку, по двум сторонам и углу между ними. Стороне АД, равной 10 сантиметрам одного треугольника, соответствует сторона СВ другого треугольника. Значит, СВ – 10 сантиметров. Периметр треугольника СОВ – это сумма длин всех сторон. Это значение суммы 8 плюс 8 плюс 10. Значит, периметр треугольника СОВ – 26 сантиметров. Вторая задача. Дан острый угол АВС. Давайте сразу обозначим латинскими буквами. Вершина угла в точке В. Луч ЕФ. Е – это начало луча. Ф – это точка, принадлежащая лучу. Можно ли построить угол НЕФ так, чтобы этот угол был равен удвоенному углу АВС? Да, это можно сделать, потому что при помощи циркуля и линейки можно построить угол, равный данному. Значит, угол, равный данному, нужно будет построить два раза. Так, давайте вспомним, как это делается. Итак, прежде всего, надо провести окружность произвольного радиуса с центром в точке В. Так, давайте обозначим точки, в которых эта окружность пересекает стороны угла, например, буквами М и Т. Затем надо провести окружность того же радиуса с центром в начале луча, в точке Е. Окружность того же радиуса. Так, эта окружность пересекает луч в точке, обозначим эту точку С. Затем надо построить окружность с центром в точке Т, радиус которой равен ТМ. Вот, и затем окружность того же самого радиуса с центром в точке С. Вот, точку пересечения двух окружностей можно обозначить точкой, например, К. Затем при помощи линейки можно построить луч, имеющий начало в точке Е и проходящий через точку К. Вот, построен угол, равный данному. То есть угол КЕС равен углу АВС. Ну, и точно так же надо еще раз построить угол, равный данному. Вот, отложить его вот таким образом, так, чтобы одна из сторон была лучом ЕК. Здесь у нас будет точка Н. Угол НЕФ равен удвоенному углу АВС. Третья задача. Даны прямая А, точка А, не лежащая на ней. Отрезок СД, равный 5 сантиметрам, перпендикуляр АО к прямой А, равный 3 сантиметрам. Так, значит, АО – 3 сантиметра, СД – 5 сантиметров. Можно ли построить точку В на прямой А так, чтобы отрезок АВ был равен отрезку СД? Да, это можно сделать. Если длина отрезка АВ больше, чем 3 сантиметра, то мы тогда можем построить такой отрезок. Если было бы ровно 3 сантиметра, то в таком случае отрезок АВ полностью бы совпал с перпендикуляром АО. Если его длина больше, чем 3 сантиметра, значит, мы можем построить такой отрезок и так, чтобы точка В принадлежала прямой А. Если бы длина отрезка была меньше, чем 3 сантиметра, то невозможно было бы построить точку В так, чтобы она принадлежала прямой А. Значит, в этой задаче ответ – да, построение возможно.